здравствуйте и так вчера вечером о ролике записываю рано утром завершились завершилась встреча александр лукашенко и владимира путина и впервые за мной по теме интеграции естественно и впервые за многие годы обе личности вышли на совместную пресс-конференцию где поговорили о том что все-таки готова к подписанию то есть так называемый 28 дорожных карт либо как раньше говорили дорожными картами сейчас якобы это уже союзная программа почему именно сейчас и зачем была такая встреча то есть точки зрения встретились последний раз поговорили и дальше мол правительство ну как минимум странно прошу прощу прошу меня извинить однако в прошлом ролике на эту тему я уже говорил что есть один резон и о котором в принципе упомянул лукашенко на протокольной части когда они сидели перед камином а именно выборы в государственную думу российской федерации и необходимость какой-то вот сексе истории то есть история успеха завершения старой большой эпопеи и много красивых заявлений по большому счету так и произошло то есть много красивых заявлений только завтра собираются правительство никто ничего еще не подписывал и лукашенко заявил что это предвыборный подарок путина ну по большому счету не знаю объем подарка но пару процентных пунктов единая россия поднимет потому что следующая конструкция выстраивалась чтобы правительство они все это готовят только потом президент соответственно правительство должно быть более менее то же самое ну и со всеми вытекающими одним словом это первое но если другие резоны то есть есть давление москвы есть желание москвы все-таки получить то что она запланировала на 21 год и теперь давайте разбираться по пунктам причем давайте разбираться с точки зрения не того что сказал лукашенко потому что там риторика примерно известная большинству белорусов да и те кто следит извне то есть мы идем путем экономической интеграции не сдавая своего суверенитета якобы и создавая равные условия хозяйствования для компаний двух стран ну вроде бы все все красиво все хорошо дьявол кроется в деталях и вот как раз таки эти детали вылазят как если сравнивать что заявили оба персонажа то есть что сказал путин о суверенитета лукашенко по состоянию на сегодня не имея текстов это максимум что мы можем сделать что же давайте разбираться итак итоговая пресс-конференции ключевые пункты по которым договорились но про единый рынок газа что это означает это означает что очень может быть что газпром получит такие перспективы но по крайней мере лукашенко скорее всего обещал доступ к распределительным сетям внутри беларуси то чего у него не было то есть магистральные газопроводы были распределиться нет таком случае но республика беларусь фактически сядет сядет полностью на крючок российского монополиста но и тут соскочить будет весьма весьма сложно без конфликта там без национализации в случае чего ну это скажем так доигрыш старой схемы на которую довела москва сейчас вернемся немножко к логике то есть давайте поговорю о логике событий чего же хочет россии в очередной раз буду повторять то что озвучила ранее и так ключевая проблема россии первое с одной стороны имея большую долю рынка с другой стороны не иметь входа белорусскую экономику с точки зрения контроля ключевых направлений ключевых отраслей потому что если мы смотрим накопленные инвестиции за российской федерации то из девяти с половиной миллиардов на конец 19 начало двадцатого года сейчас возможно больше около восьми с половиной они так или иначе приходятся на структуры близких газпрому то есть по большому счету было отдана гтс и с остальным были проблемы для россии крайне важно а военно-промышленный комплекс для россии крайне важно а нефти переработка о нефтехимия не нефти переработка нефтехимия для россии важна логистика для россии важны и скажем так информационные технологии и просто рынок информации столько как базы данных как назовем так айти экономика так и под обычная информация то есть в виде телевидения и так далее и тому подобное для россии важен автопром колейка транспортная отрасль это то что раз на что россия будет давить до нового года то есть суть шагов российской федерации шаг номер один войти белорусскую экономику это то что российская федерация пыталась сделать в украине с 2005 примерно по 11 год когда появились российские инвесторы чья деятельность потом боком вылазил украине второй шаг базируясь на этих активах и параллельного осуществляя внешне политическое давление вынудить лукашенко к изменению системы политической беларуси с усилением роли парламента и появлением такой вещи как парламентское большинство либо же парламентская коалиции и для российской федерации это крайне важно об этом уже говорил много раз то есть когда в условиях раскол этого белорусского общества ну то что получилось в двадцатом году с точки зрения политических предпочтений даже в случае супер свободных выборов в парламенте две большие фракции которые не могут тупо договориться между собой и вот маленькая но словно говоря пророссийская партия пророссийские партии они играют роль золотой акции в том числе присоединяясь либо к одной либо к другой стороне и создавая большинство это и таким образом претендуя на представительство среди прочего и в правительстве то есть о том что правительство должны избираться парламентом это тоже одна из принципиальных позиций российской федерации так называемый квотный принцип формирования правительства который ну если не исключает то весьма осложняет любые резкие маневры любые резкие реформы третий решить вопрос выхода на а ну кстати по политическим партиям почему говорю относительно небольшая тут для россии также проблема с точки зрения алармистов которые говорят проводит немедленный политический коншлюз и так далее для россии крайне важно изменить настроение белорусов потому что если смотреть даже российские исследования то есть формально и белта и российской федерации любят хвастаться когда задают прямой вопрос вы за интеграцию беларусь и россии там больше 60 процентов говорят да за интеграцию но вопрос в том что когда копать глубже под интеграцию большинство белорусов понимают увеличение объемов торговли совместные рынки совместная налоговая система совместно таможенное законодательство и так далее вот за это уже 7 до 12 процентов это социология которую сделали русские для белорусско-российского экспертного форума если говорить за единую конституцию 7 если заведение в одну страну два с половиной то есть условно говоря максимальный электоральный вот такой порог условных пророссийских партий это процентов 20 при этом хочу заметить сразу я не говорю о партии которые бегают с триколором они могут бегать с бело-красно-белым флагом просто вопрос какая политика какие нарративы не предлагают вот и соответственно поэтому эта фракция относительно небольшая но по большому счету россия имеет свой избрать войти в белорусскую политику то чего не было раньше то есть условно говоря даже на российском поле создать конкуренцию лукашенко третий вариант чтобы контролировать процессы в стране необходимый контакт с людьми и одна одно дело в авторитарной либо автократической системе когда команды сверху вниз и эта пирамида власти она более-менее стабильна другая вещь вход на средний и нижний уровень это то на чем попался бабич из-за чего его вытесняли из беларуси лукашенко очень не понравилось что российский посол встречается с местными чиновниками среди прочего я уже не говорю о политиках но если ты вошел в парламент то одно дело встречается российский посол это может не нравится и совсем другое дело когда встречается лидер парламентской фракции то есть вот тебе выход когда за несколько лет можно спокойненько войти в том числе наладить контакт ну и сюда же добавляем образовательные программы сюда же добавляем действия экономических назовем так программ которые привязывают с точки зрения ориентации часть бизнеса на российскую федерацию уже бесповоротно то как говорится все приехали и третий этап это уже при необходимости финальные финальная точка то есть либо разговор о каком-то более естественно политическом союзе либо еще что-то но это уже на конец данного электронного цикла либо на следующий и с точки зрения вот такой таких подходов то есть сейчас россия давит контуры политической реформы и экономика при этом создает вот о чем тоже были отдельные ролики создает дополнительные возможности условно возможности условно говоря для белоруссов в области образования говорит об объединении информационных рынков ну чтобы влиять само собой на третьем и параллельно с этим работать финансовой сфере об этом тоже говорил не раз а именно рефинансирование российских долгов либо новые кредиты которые имеют одну очень интересную особенность чем она заключается это сроки выплат то есть если мы берем структуру внешнего белорусского долга то выплаты российской федерации не если брать структуру начала двадцатого года они размазаны примерно равными долями с пиками на двадцатый двадцать 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 двадцатый год кстати почему я говорил что эти годы будут служены для российской федерации но российская федерация охотно рефинансирует вот эти вот эти кредиты с переносом выплат на двадцать четвертый двадцать шестой год причем по части кредитов там по аэс еще есть такая такой пункт что просрочка в выплатах регулярных может привести к тому что россия имеет право выставить весь счет сразу и это фактически вот такая себе долговая ловушка потому что представим там новое не новое правительство условно говоря новый не новый президент но следующий электоральный цикл с 24 по 26 год беларуси точно пройдут президентские выборы вот чтобы он не слишком рыпался или лукашенко кто-то другой российская федерация приезжает приходит посол российской федерации говорит ребят а вы нам должны много и сразу и давайте обсуждать вот как раз таки в обмен на вот этот давайте обсуждать и есть политические уступки то есть это такая себе подстраховка для россии вот это это этапы то есть сейчас мы находимся на первом этапе логика путина но естественно естественно пусть на фоне сансы на даже не где-то подливая маслица в огонь работа через своих лоббистов чтобы эти санкции были выгодны российским предприятиям а почему европейские санкции выгодно россии есть отдельный ролик ссылочка будет россия загоняет беларусь условно говоря свои дружественные объятия как раз таки добиваясь по каждому этапу нужных вещей логика лукашенко ну и заметим что начале 21 года начал тянуть время это с одной стороны надеяться на другие центры силы чего раньше не было это китай турция и возможно надеяться на открытие иранского рынка второе это эти с точки зрения ну скажем так бесконечного торга и подписывать программы растянутые во времени то есть чтобы можно было в любой момент на любом этапе как говорится либо дать заднего либо остановиться сказать что вот есть какой-то не раз нерешенный вопрос это то что было с валютой это то что было с конституционным актом то что было в прошлый раз в начале двухтысячных с налоговым законодательством то что было кстати с союзными программами по объединению предприятий в 2013-2014 году то есть официальный минск будет пытаться сыграть в ту же самую игру ну и теперь давайте поговорим о том что получилось в результате но в результате были громкие заявления о назовем так интеграции но путин выглядел явно не совсем доволен то есть он не получил всего что хотел то есть и есть несколько оговорок который очень важен для понимания почему скажем так позиция россии будет в отношении лукашенко несмотря на все право на заявление уже что ужесточаться первое это то что лукашенко явно заявлял что вот вам пожалуйста подарочек к выборам то есть он понимал в определенной мере позицию россии второе это то чем тоже кстати ссылочка на ролик будет говорил это ситуация с военными объектами потому что много заявлений о едином оборонном пространстве так далее но заметьте что о военных объектах рлс волга и о рлс ганцевич и узел связи велико пока что ничего не известно о завершении переговоров по продолжению их нахождения то есть этот процесс еще идет а срок нахождения закончился 1 июня 21 года вот то есть соответственно россия давит по созданию скажем технических военных объектов пусть не виде военных басну как бы там ни было с присутствием российских военных и усилением присутствия ну беларусь как говорится пытается торговаться в для лукашенко важно время и ну пока не вмешательства желательно ограничена поддержка со стороны путина третье сроки но тут очень важно несколько цитат 1 цитата самого лукашенко что союзная программа растянуты во времени чтобы пусть нас извинят то есть это то что он хотел получить растянуть во во времени чтобы иметь возможность для майор ну что время для него сейчас ключевой ресурс с точки зрения логики сохранения власти надо обновить легитимность и каким-то образом за счет этого усилить свои позиции возможно вступить в определенные контакты с другими центрами сил возможно выйти из пикировки как минимум счастью стран запад на ближайшие два года за ближайшие два года и еще одна оговорка это оговорка путина уже в конце когда речь шла о миграционном кризисе что когда путин так смотря на лукашенко завел мой коллега специалист по хлестким заявлениям спросите может наговорить то есть ответственно да лукашенко говорит много но и бывает хлестка путин этому не то есть это вот такой внешний антураж но теперь давайте разбираться по программе так по газу я сказал дальше идут несколько ключевых программ о чем в принципе от единоридно газа это реально скажем так определенном мире опасности дальше гармонизация денежно-кредитной политики платежных систем это связано с сотрудничеством в таможенной сфере прозрачно это определение таможенной стоимости товара что это по большому счету означает это выход на это первый шаг к тому чтобы выйти на на новую либо единую либо близкую к российской налоговой системе в будущем ну и плюс допустим говорит о прозрачности таможенных норм это означает что в принципе закрывается лавочка с так называемой санкционкой раз и с другой стороны россия получает то что она хотела в виде контроля не физического контроля информационного над потоками внешней торговли республики белару с потоками транзит то есть знать откуда штука вот то есть это то что она будет пытаться реализовать и что для нее критично важно следующее единое правило для промышленности то есть исходя из чистой таможенной стоимости так далее то есть ну это принципе проходная вещь то есть с одной стороны да говорится про то что для беларусов открывается российский рынок но забывают что это это происходит и в обратную в обратную сторону то есть для российской компании полностью открывается и белорусский рынок в том числе вот то что сказали оба это по госзакупкам и участие в государственных тендерах то есть но вопрос как говорится кто и что будет покупать то есть что будет продавать с единая валюта вопрос естественно не стоял пункт следующий это российские российско-кредитная поддержка она будет относительно небольшой 630 миллионов долларов но тут по большому счету белорусскую сторону выручили деньги от мвф которые существенно облегчили как бы сказать положение официального минска но второй фактор который существенно облегчает это невероятно удачная конъюнктура на внешних рынках ну ладно вернемся к программам то есть еще одна программа это логистика это в том числе экспортные потоки и то что происходит сейчас ну вот таки на фоне тех же самых санкций это переиндетация части экспортного транзита на российские порты для россии это крайне важно потому что таким образом она будет держать беларусь за корла ну и гуманитарная сфера что очень важно это вопрос образования это вопрос научно-технического сотрудничества ну естественно впк забыл сказать и очень важная штука и опасно это если это будет пока что потому что пока что-то краем уха прошло это тесное сотрудничество промышлен questions объединением объединений в предприятиях о чем я говорю почему вот именно это опасно но отвечать и сейчас пройдемся по опасным скажем так направлением то есть почему об начнут предприятий почему опасно это с точки зрения основана создания над национальных холдингов это повторение тенация-场 года когда два предприятия со схожей ну скажем так схожей направленностью объединяется путем обмена акций Российские компании, они и так дороже стоят. Раз. И второе, во время санкций, естественно, позиции Беларуси намного более слабые. И обмен акциям это означает, что белорусская сторона получает 25-30% акций российского предприятия, российская около 60%. Как говорится, приватизация без единого рубля. Просто и со вкусом. Получить под контроль ничего не платя. Второе, что реально опасно в краткосрочной перспективе, то есть краткосрочно, говорит, до полутора-двух лет. Информационная безопасность. Об этом отдельно говорил Путин, он на этом делал акцент. То есть это безопасность не только с точки зрения информации, которая, назовем так, идет в эфире, но это с точки зрения в том числе баз данных и кибербезопасности и так далее. То есть фактически российские специалисты получат доступ к защите белорусской государственной информации. Могут получить. Ну, там где защита, там и доступ к информации, господа. И вот это является очень опасным прецедентом. Потому что и у вас как раз таки создавался для того, чтобы что-то иметь свое. Но, как говорится, в данном случае получается, что на фоне снова-таки политического кризиса русские немножко свое пытаются отыграть, но и скорее всего не отыграют. По крайней мере, на начальных этапах. Насколько это будет серьезно и как их будут, как говорится, выдавливать потом. И будут ли выдавливаться. Это тема отдельного разговора. Следующее. Сотрудничество в таможенной сфере и унификация непрямых налогов, то есть косвенных налогов. Очень важная вещь, что появляется, об этом заявил Путин, орган, который будет контролировать гармонизацию косвенных налогов. То есть появляется новый национальный орган. Как он будет оформлен, это уже другой вопрос. Но это означает, что в данном случае Россия не верит белорусской стороне на слово и пытается создать дополнительного смотрящего, который будет, ну, как бы сказать, стоять с дубиной. Это уже опасно. Потому что в таком случае вот по таможенной и налоговой сфере это то направление, которое чрезвычайно важно для Российской Федерации, появляется еще и элемент контроля. То есть Минску будет пропетлять намного сложнее. Ну и наконец-таки по газовым программам я уже сказал. То есть это то, что реально несет угрозу. Ну и идем дальше. Следующие вопросы. А дальше начинается самое интересное. То есть если мы говорим о военной сфере, то Лукашенко много говорил о едином оборонном пространстве. Снова таки обращаясь к идее союзного государства и объединенной группировки войск. В реальности, как я уже сказал, пока что есть подвешено состояние двух военных объектов и началась работа учебно-боевого центра войск ПВО. В рамках этого центра, то есть есть С-400 под Гродно, есть Су-30, которые прилетели в Беларусь. Но скорее всего эти самолеты как раз-таки Брановичи покинут, потому что их прилетело немного. И в Бранович, кстати, базируется белорусская Су-30. Поэтому в данном случае на авиационное направление я бы не обращал внимания. А вот С-400 под Гродно, то есть это неполный дивизион. И, соответственно, он включен скорее в российскую систему управления, чем в белорусскую. Это уже есть проблема. Но пока что все эти объекты не имеют статуса экс-территориальности, то есть на них действуют белорусские законы. Ну и, соответственно, почему снова-таки Лукашенко идет с точки зрения ПВО, а не сухопутных войск? Потому что летчики на улицах стрелять не умеют. Летчик не будет захватывать какой-то объект в городе и контролировать его в случае условного крымского сценария. Ну и, исходя из этого, получается вот такая пока что не слишком тревожная ситуация по Станину сегодня, но с тревожными перспективами на будущее. Потому что Россия в этом направлении будет додавливать. Ну и дальше это мы имеем образователь, информационный и все остальные программы. Теперь поговорим о миграционном кризисе внешней риторики. То есть тут было очень интересно. Потому что, говоря об отношениях с Европейским Союзом, Путин в данном случае, ну все-таки подчеркнул, что Европейскому Союзу США надо на данный этап, на данном этапе разговаривать с Минском, но не отрицая фактора России, что мы к нам тоже обращались. Вот. И при этом не взял под крыло, ну скажем так, белорусскую сторону. То есть, например, говоря о белорусском кризисе, я попробую процитировать дословно, что миграционный кризис это нас не касается, и это суверенное дело Беларуси. То есть, на минуточку, вопрос в том, что если это кризис, если это волны миграции, то это проблема. А в данном случае Путин не стал поддерживать риторику Лукашенко о том, что это не рукотворная вещь, или что это не стимулируется белорусской страной, что это суверенное дело. Ну дальше можно разговаривать с официальным Минском. Но при этом, естественно, если мы говорим о варианте контактов, Россия открыта, для контакта Беларусь пока закрыта. То есть, на данном этапе Путин демонстрирует, что окей, мы получили почти, что получили свое, но все может измениться. Теперь о перспективах. Конец или нет? Ну, во-первых, с точки зрения реалии. Первое, что стоит уяснить, это на ближайшие полгода Лукашенко, скорее всего, получил, ну скажем так, определенную граничную поддержку России. О большем сроке говорить не приходится. Но при этом, при подготовке финальных документов, так далее, начали работы, Россия будет продолжать давить на контур политической реформы. Это раз. И вот как раз-таки новый вариант Конституции, скорее всего, мы там увидим часть российских отелок. Второе, с точки зрения союзных программ. Подождем времени утверждения, посмотрим тайминги, то есть сроки, на которые они рассчитаны. Но что-то мне подскажет, что это будет не менее двух лет. Скорее всего, там 3, 4, 5. Это значит, но большинство из них, скорее всего, будет заканчиваться максимум в 26-м году. Чтобы не спрыгнули. И вот на этом этапе, как раз-таки по каждой из программ, есть моменты, ну, как говорится, когда реализация может быть остановлена. По желанию одной стороны. Ну, потому что так сложились звезды, потому что что-то случилось и так далее. То есть моменты переговоров. И Лукашенко надеется затянуть время. Но, еще раз, у него уже как минимум 4 раза это получалось в истории. Пятый раз вряд ли ему поверят. Если ничего не случится с точки зрения позиционера, а не России. Поэтому на ближайшие моменты я бы не впадал в панику. Я бы посмотрел сами тексты и определял бы, что есть реально приоритетное для России. И где есть тонкие места, где есть места неустойчивости в реализации данных программ. И как раз таки на эти места, на эти акценты делал бы, ну, скажем так, упор. Потому что просто крик, что все, что подпишет Лукашенко, не имеет никакого отношения, мы потом все это отыграем. Ну, это, конечно, хорошо, но это было бы, как говорится, как говорят в Одессе, интересно посмотреть. А вот работать по каждой программе и прилагать все усилия в нужный момент, вот это может иметь эффект. Но для этого надо, как минимум, их проанализировать. Как-то так, на этом все. Видео понравилось. Лайкайте, обсуждайте, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте меня подпиской на Патреоне, как делают вот эти вот товарищи, ибо эта подписка стимулирует меня записывать все новые-новые ролики. Ну, естественно, не верьте ни одному моему слову. Проверяйте все 2-3-4 раза и формируйте свои... Прошу прощения, вот Патреон. И формируйте свое мнение на основе нескольких зачастую противоречивых источников. Потому что это хорошая разминка для мозга, это заставляет нас думать. А человек разумный, это тот человек, который думает. И это, соответственно, человек разумный, и, как правило, человек успешный. Успехов вам! Всего доброго! Хорошего дня!